На встрече с творческим коллективом Брестского академического театра драмы заместитель председателя Брестского облсполкома Олег Величко представил нового генерального директора. Им стал Вячеслав Гарбузов, до сего момента исполнявший обязанности начальника управления культуры, главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи. Новому руководителю 37 лет и в его ближайших планах придать театру динамику в развитии и значительно укрепить материально-техническую базу. Работа будет направлена на поиск новых имен в жизни, в театральной сфере. Я думаю, что новые имена, молодежный подход, новые культурные традиции, которые на сегодняшний момент существуют, это всегда привлекается, всегда интересует у зрителя. Ну и обязательно же будет сохранен тот коллектив, который работает в театре, при котором получено звание академического, это тоже многое значит. И я думаю, что мы этот флаг с гордостью будем нести и в дальнейшем. Александр Козак, 45 лет прослуживший в театре, его стены не покинет. Автор и инициатор «Белой вежи» остается здесь на должности художественного руководителя. Как и его молодой преемник, Александр Александрович полон новых идей. Приглашение, во-первых, в Брест, я надеюсь, что режиссеров с Москвы, с Прибалтики есть договоренность. Ну, это как нам еще, к сожалению, покажут финансовые вопросы, потому что это, естественно, дорогостоящие проекты. Но я думаю, что мы это осилим. Ну и сам работая над постановкой белорусской, такой классический материал Олехновича «Счастливый мужик», я думаю, это такая будет, ну, может, даже белорусская оперетка. Брестский драматический – единственный театр в республике, где должность директора и худрука на протяжении многих лет органично совмещал один человек. Насколько сработается нынешний тандем молодости и опыта, покажет время. Ирина Альшова, Дуар Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бог-ТВ».